Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, сегодня нас ждет большой шоппинг в магазине Лента. Крайний раз в Ленте мы с вами были аж в прошлом году и закупались к новогоднему столу, к Новому году. И сегодня мы первый раз отправляемся в 2024 году на большой шоппинг в Ленту. Что же нас ждет? А я пока не знаю, но очень хочется посмотреть, какие там появились новинки, что там появилось к весне. Возможно, там уже появились товары к Пасхе. Правда, она через месяц, но тем не менее. А вдруг и такое нас там ждет? Ну и в любом случае, посмотрим, что там появляется уже к дачному сезону, потому что как-никак солнышко светит. Это значит, что все поехали в наши шашлычки, все поехали на свои дачи, в загородные дома. Так что там должна быть, скорее всего, какая-то новая мебель. А я это все очень люблю. Так что будем смотреть все вместе с вами. Ну и, конечно же, закупим за продуктами на ближайшую неделю, возможно, даже на ближайший месяц. Посмотрим, как там все пойдет. Так что давайте руки в ноги и погнали на большой шоппинг. Ребята, смотрите, как уж окажется. Следующий шоппинг у нас будет с баксиком и фунтиком, потому что в ленте появились специальные тележки для тех, кто ходит в магазин с питомцами. То есть буквально вот сюда, в специальный отсек, можно посадить свою собаку, ну или кошечку, если вы хотите с ней пошопиться. Ну все, теперь у меня задача номер один. Убедить моих пацанов, что им нужен шоппинг со мной. Они у меня как раз тут вдвоем поместятся. Я хочу посмотреть на этот цирк. Кто хочет шоппинг с баксом и фунтом, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Это не одна тележка, чтобы вы понимали. Их тут как минимум две, а может быть еще и больше, и кто-то уже просто ходит по залу. Ну а сегодня нам нужна обычная тележка. Кажется, вот эта идеальная. Лента без мягких игрушек. Это не лента. Посмотрите, какие красивые белые медведи появились. Их тут огромное количество просто не сосчитать. Они очень мягкие, пушистые и высотой аж 100 сантиметров. При этом цена у них приятная. 1299 рублей. Ну а помимо мишек, я нашла еще вот таких вот овечек. И скорее всего, это енотики. Нет, это тоже мишки. И мне кажется, это не просто какая-то игрушка, это спальное место. Иначе зачем такой огромный большой живот? Овечка тоже такого же формата, но либо можно использовать как какую-то специальную подложку на кресло или на стул, чтобы можно было сидеть удобнее. Это блинчик-овечка с масленицы осталось. Так и написано блинчик. Овечка абсолютно милашка. Она еще и кудрявая, и тактильно очень приятная. Но мишка тоже не отстает. Его хочется обнимать. Какой он милый. Стоят они по 699 рублей. У меня настроение построить товары для дома. Начнем, наверное, с кружек, потому что их здесь огромнейшее количество. И очень много новых, в том числе и весенних. Допустим, мне нравится вот это. Ну, нравится тем, что она весенняя. Вся такая с цветами. Написано Yo My Sunshine. Как же это переводится, девочки? Учим английский вместе со мной. На самом деле здесь есть разные картинки, разные рисунки и разные надписи. You make my smile. Ты заставляешь меня улыбаться, да? Дом милый дом. Либо можно взять кружечку просто кофе. Или уж совсем такую базовую вкрапинку. Вот это какая-то самая классная. 440 мл у нее объема, она стоит 179 рублей. А вот это вот, смотри. Какая, какая? Ну да, такая рельефная, необычная. За 189, а еще говорят, что она фарфоровая. Ну, возможно, она легкая. Ой, вот самая эстетик кружка. 350 мл и фарфор. И она тут самая легкая из всех, и, как по мне, действительно самая эстетичная. Но пойдемте еще к этой стойке. Здесь очень красивая коллекция есть. Медовая, ребята, посмотрите. Есть салатники медовые с рисунком сот. Есть баночки для меда. И баночки идут еще и с ложкой в комплекте. Хочу посмотреть. Наверное, это та самая баночка из мультиков, в которых сюда залазит медведь. Ну, мед, медище. Классная банка. 400 мл объем. Но для нас, для таких любителей меда, баночка маленькая, да? Пока перекладывали мед, все бы уже съели. Есть даже специальная ложка вот такая. Цена такой банки 429 рублей. Она сейчас по скидке. А салатники по 149. Написано, что еще должна быть кружка в форме меда с изображением. Но ее, к сожалению, нет. Видимо, разобрали. Зато есть вот такие вот красивущие кружечки небесно-голубого цвета с таким каким-то серым подтоном. У них объем 350 мл, а это керамика. И цена? Цены нет. Ты знаешь, прям такая база висит. Смотрите, какие вот такие красивые есть кружки по 199. Рельефные по 189. И нежно-зеленые по 169. Это то, что мне тут действительно нравится. Кстати, вы обратили внимание на то, что в Ленте кое-что обновилось? Думаю, да. Ведь в Ленте новая акция – скейтеры. За покупки в магазинах Лента можно получить вот такие яркие пакетики с игрушками в виде питомцев. Я свои уже забрала. И, честно, хочется поскорее их распаковать и заценить в полной мере. Давай откроем первый пакетик. Вау, вот это да. В каждом пакетике можно найти один скейт и одну игрушку. Но игрушки бывают разные. Кошки, собаки разных популярных пород. И первым нам попался Мопс. Так что же будет в следующем? Какая же забавная бенгальская кошка. Посмотрите, круто. Интересно, кто же находится в остальных пакетах. Узнаем через секунду. Знакомьтесь, мои новые друзья. Тут и Джек Рассел на скейте, и Мопс, и даже Кот Ух. Играть скейтерами можно по-разному. Просто повесить его на ключи или сумку, как брелок. Устраивать гонки с друзьями и семьей. Или даже делать крутые трюки на фингерборде. Кстати, вы заметили, что цвет скейтов у персонажей разный. И с ними можно совмещать персонажей, популярных конструкторов. Но чтобы получить скейтеров на кассе, нужно просто совершать свои ежедневные покупки в магазинах лента. В период с 14 марта по 24 апреля. И одного скейтера можно получить за каждые 1600 рублей в гиперленте, ленте зоомаркет и с доставкой. И за каждую 1000 рублей в суперленте. А еще больше скейтеров дают за покупку товаров партнеров. Хотите еще? Оплачивайте покупки с лента Pay и получайте дополнительную игрушку. Скейтеров также можно купить на кассе всего за 29 рублей. Зная, какие у меня творческие, новость о конкурсе рисунков в гиперленте вас точно порадует. Да, в период с 18 марта по 7 апреля нарисуй своего питомца. Принеси рисунок гиперленту на стойку информации. И поздравляю, за него ты получишь в подарок два скейтера. Более того, рисунки будут размещены у стойки информации. Да, Баксика и Фунтика я, конечно же, нарисовала. Теперь они не просто звездочки, а звездочки гиперленты. Ваш питомец тоже может стать звездой. Просто опубликуйте фото или видео с вашим питомцем под постом в социальной сети ВКонтакте и Телеграм на странице ленты. Расскажите о его талантах и сделайте репост записи к себе на страницу. И все, поздравляю. Теперь ваш любимчик звезда. А вы участвуете в розыгрыше бонусных баллов на карту номер один. Лично мне очень нравится играть с кейтерами и выполнять ими разные други. Попробуй ты. А как вам такое? Просто кружка из тиктока. My cup, my rules. Это та самая кружка, которая замешивает чай, кофе, сахар за вас. Работает она, конечно же, от батареек. Видите, внутри здесь такой типа вентилятор, который все мешает. Ты видишь эту скорость? 11 тысяч оборотов в минуту. Еще и цвета есть разные. Синяя, красная. Цена 499 рублей. Я нашла вантус для Барби. Еще и такой высокий. Мне кажется, нам его надо. 369 рублей стоит. Мощный. Мне нравится цвет, Денису нравится форма. То, что нужно, чтобы прочищать слив. Вот так вот. У нас, на самом деле, часто ванна засоряется, потому что я постоянно делаю какие-то скрабы, обертывания. Все это плохо смывается и постоянно приходится промывать. Единственный нюанс, он высокий, его тяжело хранить под ванной. Не подходит. Решила зайти в отдел с пледиками. Давно здесь не смотрела текстиль для дома. И знаете, не зря тут очень много новинок. Во-первых, появились покрывала по демократичным ценам. Допустим, размер 220 на 245. Это подходит на большую кровать. 1299 стоит. А есть разные цвета. И вот такой вот голубенький. И серенький. Есть покрывала поменьше за 999. Здесь размер 200 на 210. Есть на односпальной кровати за 799 рублей. Огромное количество вязаных пледов, как в Икее, стоит 999 рублей. Нам на самом деле нужен белый плед на диван, потому что нам запретили использовать пледы какого-либо другого цвета. Мы вызывали химчистку дивана и нам сказали не садиться в синий шлак на белый диван. И не использовать пледы. Неважно, какой у них цвет, если не белый. Потому что все это окрашивает диван. Поэтому мне нужен плед. У нас есть белый плед, но он, к сожалению, уже выглядит нехти. Можно взять вот такой вязаный. Он, кстати, очень мягкий, потроган. Он как какой-то приятный джемпер. Потрясающий. Но у него размер маленький, всего лишь 127 на 150. То есть буквально только ноги прикрыть. Есть вот такой классный плед, размером 150 на 180. Тоже небольшой, но тем не менее уже что-то. И он еще с такими помпошками, которым фунечка, ну, точно обрадуется и отгрызет в первую же неделю носки этого пледа. Он стоит 1299, и на него сейчас тоже большая скидка. Как и на этот плед. Вот этот, наверное, да, возьмем. Мне кажется, подойдет на диван в самый раз. Конечно, он не белый, молочный, но все равно светлый. Также есть вот такой вот плед за 1769. У него уже размер повнушительный. Хотя у него тоже размер. На 20 сантиметров он больше, 150 на 200. Есть еще такой плед в сером цвете. Вот он поменьше. Очень мягкий, очень приятный. Снизу у нас пледы с рисунками. Они тоже мягкие, тоже из такой, как будто микрофибры, но на них, видите, выбиты листочки, либо в этом случае какие-то цветы. Такой, допустим, плед стоит 1999. У него размер 220 на 240, его можно использовать, в принципе, как покрывало. Размер 120 на 145 стоит 649 рублей. Также есть флисовые пледы. Розовенький, стоит 499 рублей. Здесь какие-то интересные надписи. Еще и на русском, но непонятно, что написано. А, вот. Милая, нежная, умная, честная, красивая, удивительная, лучшая. Просто прекрасная. Слушай, прикольный подарок. И посмотрите, этот плед раньше стоил 2300, а сейчас всего 500 рублей. Размер у него 175 на 200. Очень милый подарок, на самом деле, еще учитывая то, что он так красиво завязан бантиком. Наверное, это коллекция к 8 марта. Для тех, кто любит пледы в клетку, смотрите, что нашла. Розовый, нежный плед, 180 на 200, размера стоит 949 рублей. Самый дешевый плед тоже найден. Это вот такой розовый, всего за 249. Я такие пледы в том году покупала для того, чтобы провести пикник. И тепло, и уютно, и красиво на фотографии, и не жалко. Потому что цена очень приемлемая. Смотри, для мужчин тоже есть. Можно комплектом дарить. Смелый, любимый, заботливый, умный, классный, романтичный. Стоит 549 рублей. Почему мужское дороже? Смотрите, белые пледы, оказывается, есть еще и наверху, начиная с самого пушистого, размером 200 на 220 и за 2000 рублей, заканчивая вот таким вот клетчатым, маленьким, 180 на 200, всего за 1000 рублей. Также есть за 1500 рублей с рисунком косичка, размером 180 на 200 и пушистый плед, 160 на 200 за 1500. Он такой мягкий-мягкий. А снизу у нас барашки. Это подушки, если что. Они стоят по 599 рублей. Наверное, это весенняя коллекция. Ааа, вы посмотрите, они еще на специальных таких зажимчиках, чтобы что, интересно, чтобы их так обнимать? Кажется, я нашла самую милую шапочку для душа. Я такая подбежала, думаю, что же это такое интересное. Это шапочка. Есть полосатенькая с бантиком, а есть розовенькая, тоже с бантиком. Есть еще вариант цвета цветочек, но она не такая лакшери, как вот эти две. Вы спросите, зачем нужны такие шапочки? Ну, во-первых, чтобы в душ ходить и чтобы волосы не замочить, а во-вторых, чтобы делать какие-то косметические процедуры с волосами. Единственное, мне будет жалко, когда я замараю абсолютно сильно масками для волос, потому что у меня так все-то и происходит. Но это просто потрясающе мило. И цена приятная, 310 рублей. Я таких больше нигде не видела. Посмотрите, здесь еще и кисти появились. Я так понимаю, что у Лента появился свой бренд каких-то аксессуаров, который называется Beauty Real. Потому что раньше этих товаров я не видела. Сейчас даже кисти есть. Стоит такой набор 755 рублей. Здесь у нас 6 кистей, от маленькой до большой, плюс еще и чехол. А это что такое? Это расческа и 3 резинки за 377 рублей. Вы посмотрите, тут даже есть зеркало с котиком за 250 рублей. Черное. Это здесь белое. Видимо, есть разные цвета. Белое и черное. Даже маску можно купить атласную за 219. Они тоже разных цветов. Есть голубая, есть черная. Может быть, даже розовые были. А за 100 рублей можно купить модный крабик. Правда, остался пока что один цвет такой зеленый. Неожиданно, но это кисточка в форме цветочка. Вы когда-нибудь такое видели? Возможно, на Алиэкспресс можно найти что-то подобное. Но я вижу такое впервые. Наверное, и пудру удобно наносить. Но не факт, не факт. Бонжики даже есть всего лишь по 83 рубля. Дешевле даже, чем на Wildberries. Но такого вы наверняка больше нигде не видели. Посмотрите, это тонирующая пудра. Для того, чтобы, наверное, закрасить корни волос и седину. И как же повезло, что она осталась только в моем оттенке, в оттенке блонд. И сейчас она по лютой скидке всего лишь 100 рублей стоит. Я такого никогда не видела и обещают, что хватит на 30 применений. Плюс она легко смывается с шампунем. Так что можно попробовать. Кому интересно, заходите в мой телеграм-канал. Я там в кружочках с вами это протестирую, как это все выглядит. Тем более мне надо. У меня вот здесь какой-то косячный желтый цвет. Может быть, пудра уберет. Ой, смотрите, здесь скидки на гарниер. Вернее сказать, на патчи от гарниер. А возможно, еще и на маски. Патчи стоят по 109 рублей за пару. Это экспресс-патчи, которые ты лучше убрать в холодильник. И быстренько наносишь, и они тканевые, легко впитываются и быстро впитываются. И есть еще прям реально маски на глаза с охлаждающим эффектом. Тоже по 109. Слушай, на маски тоже скидки. Моя любимая с алоэ вера стоит 120 рублей. Но цена такая действует только при покупке трех штук. То есть три берешь, тогда 120 единиц. Также скидка идет на аквабомбу. Такая маска стоит всего 99 рублей. Ее можно купить даже одну, и она стоит всего 99 рублей в любом случае. Вы знали, кстати, что они в Канаде производятся? Я тоже смотрю. А это в Китае. Я вообще думала, что они в Корее производятся. Также есть маски с витамином С, с пребиотиками, очищающая маска. И все они по 120 рублей. Кстати, с авокадо очень классная питательная маска на зимнее время. Но сейчас, наверное, тоже еще актуальна, где сильные ветря, когда кожа обезвожена. Действительно хорошо восстанавливает. И также есть восстанавливающая маска с кокосом. Тоже рабочая. А вот эта маска супер для тех дней, когда вы реально устали. Смотрите, она уменьшает следы усталости и расслабляет. Я, наверное, таких возьму парочку. В моем случае три штуки. Потому что нужно взять три штуки, чтобы цена была 120 рублей. Давно не видела именно этот вариант. Маски от Гарнир нигде. Хорошо, что здесь она есть. Внимание! Отзыв на мусс для тела, который мы с вами покупали недавно в Магнит Косметик. Он у меня практически закончился. И это мусс от Organic Shop с кокосом и вишней. Просто нереально легкий. Классно впитывается. Быстро, что самое главное, впитывается. И хорошо увлажняет. Но он не сильно питает кожу, если что. То есть увлажнение мгновенное. Но на дальнейшее питание как-то не влияет. Так-то супер. Рекомендую. Здесь цена в 339 рублей. Магнит Косметик, по-моему, чуть дешевле. Кажется, я нашла весенние новинки от бренда Lambert's. Это такие пряники с имбирем. Они еще и в шоколаде. И вы посмотрите, какая у них красивая весенняя упаковка. Хоть я и не хочу сейчас сладкое. Но глядя на них, я уже хочу. Стоят такие пряники 299 рублей за 400 грамм. Я обожаю бренд Lambert's. Он продается, по-моему, только в ленте. Пряники у них, ну, нереально вкусные. Они у меня ассоциируются с Новым годом. А вот и русская картошка нас решила порадовать фермерской сметаной и укропом. Почему только большая упаковка? Я просто это очень хочу. Видимо, придется брать. Стоит 149 рублей. Я не уверена, что это новинка. Но я как будто бы не пробовала. Вот я как будто бы это хочу. Так что мы это с вами возьмем. Мой самый любимый вкус у русской картошки это курица. Она здесь есть. Но нет. Маша, остановись. Теперь мы с вами пришли в отдел с играми. Это наша с вами традиция. Каждый раз, когда мы приезжаем в ленту, обязательно находим какую-нибудь новую настольную игру. Здесь как будто бы мы уже все попробовали. Но нет. Я нашла, во-первых, Big Mix Slime. Рука все время тянется к нечто подобному. По-моему, это новый набор. Раньше таких не было. Можно такие какашульки сделать. Стоит 499 и 599. Но на самом деле я уже присмотрела вот эту игру, которая называется Дубль. Найди пару. Во-первых, мне цена нравится в 499 рублей. Мы сегодня как раз таки идем в гости. Хотелось бы взять какую-то новую игру с собой. А во-вторых, это реально весело, если это то, о чем я думаю. Единственное, что это, наверное, детская версия 6+. Но с другой стороны, извините, когда устал вечерочком в самый раз поиграть. Я, наверное, попробую взять там вот эта вот штучка есть, которую надо нажимать. Есть еще фанты, игра для веселой компании. Но мне она почему-то не нравится. Моя любимая игра «Кто есть кто?». Я, мне кажется, уже всех задолбала этой игрой. Все варианты, которые были, я покупала и мы играли. Кто не знает, у тебя на голову вешается вот такая вот карточка, допустим, рыба. И ты должен задавать вопросы наводящие. Тебе должны говорить да или нет. И ты должен понять, кто ты. Но такой у меня не было. В общем, тут все игры по 449 или по 499 рублей. Я, наверное, все-таки возьму вот эту. Еще одна новая игра, которую я раньше не видела, это «Не буди кота». Она такая легкая, тоже подходит для детей, 6+. Быстрая, 20 минут всего лишь занимает. То нужно делать. Добрая, веселая игра о котах и собаках, где необходимо подключить сообразительность, память и внимательность. Цель игры – разбудить как можно больше котов. Собаке будет котов, однако, как в каждом пушистом переплохе, есть свои правила. Используйте специальные карточки, чтобы переманить кота другого игрока. Стрелозание, слежанка. Интересно, в карточках будет мопса? Только ради этого можно взять эту игру, чтобы выяснить, будет или не будет. Как, тебе нравится, брать нет? Денис говорит, не берем. Значит, не берем. О, Манчикин. Слышала про эту игру. Лучшая пародия на фэнтези. Мочи монстров, хапай сокровища, хапай и подставляй друзей. Мне, конечно, название знакомое, а в чем суть игры, я не знаю. Даже есть видеоправила. Она уже для людей постарше. Я решила посмотреть, что же в отделе с обувью. И посмотрите, сколько здесь новинок. Во-первых, появились такие вот сабо, садовы. Ты потрогай, какие они легкие. И с красивым рисунком тай-дай. Но это женская версия, может быть, мужские тоже будут. Они весят буквально ничего. И цена у них хорошая, 699 рублей. Для тех, кто любит что-то поэстетичнее и попроще в цветах, есть такой вариант. Они как будто бы потяжелее. Нет, такие же. Но на данный момент мне они нравятся больше. Цена у них такая же, 699. Я так понимаю, размер до 40. Сделаны аккуратно. Ремешочки стилевые. Ой, ну это кроксы прям. Ну это не кроксы, но что-то на типе крокс. Только вместо крокодильчика и мишка. 1899. Ой, мне, наверное, сапоги бы хотелось взять, потому что сейчас лужи. Но я хочу желтый, я примерю. Это размер 39-40. А мне бы хотелось 40-41. Если нет, буду мерить те, что поменьше. Наверное, 40-41 уже надо искать в мужском отделе. Ладно, давайте мерить. Во-первых, они резиновые и легкие. Во-вторых, у них вот такая вставка есть утепленная. Короче говоря, я в пролете. Они у меня прям маленькие. Тупоги резиновые не должны быть такие маленькие. Но выглядят супер стильно. Если что, цена 1199 рублей. Есть еще зеленые и серые. Неожиданно, но здесь какая-то глобальная распродажа одежды. Смотрите, есть по 199, по 299. Все. То есть буквально так подходишь. Здесь все за 399, 599. И так по нарастающей. Здесь все за 699, 799. За 799 даже можно взять вот такие жилетки. Это женская коллекция. Есть зеленые, черные, голубые и темно-синие. А это, наверное, даже мужская жилетка. 56 размер, Денис. На тебя надо примерить. Сейчас Денис вам покажет показ мод. Маловато. Но выглядит стилево. Вообще не за 799 как будто. Как будто чуть-чуть 50 на 6. Это просто ты еще не 56. Нет, я 56. Ну стильная капец. Зеленые тоже есть 56, на 58 нету. Так бы с удовольствием. Просто зацените, какое супер предложение. Набор контейнеров из 5 штук, да, получается. За 139 рублей? Да, за 139 рублей. 50 процентов. Скидка надо такой? Мне кажется, можно взять два, потому что ты такими пользуешься. Я потерялся. Они еще, посмотрите. Эстетика, цвета не яркие, заметьте. Наконец-таки. И у них есть мерная шкала. Два комплекта точно возьмем. Есть еще не такие эстетичные, но зато прямоугольные. По 119 рублей. Но здесь два контейнера. Нет, три контейнера в комплекте. Но тоже можно взять. Надо? Не знаю. Не надо, значит. В итоге мы решили взять прямоугольные, потому что они занимают меньше места и в холодильнике, и на полке, потому что они прямоугольные. Поэтому берем два таких комплекта, а голубые выкладываем. Ну, голубые тоже супер. Была бы кухня побольше, холодильник побольше. Взяли бы с удовольствием. Кажется, скоро будет сезон отпусков, поэтому я решила вам показать, какие здесь есть чемоданы, по какой цене, в каких расцветках и из какого материала. В самом низу находятся текстильные чемоданы. Допустим, маленький размер. Стоит 2199. Скорее всего, его даже можно взять в ручную кладь. Я в этом не уверена. Он такой легкий. Еще и отделений много дополнительных. Средний размер стоит 5000 рублей, и в то же время большой стоит 3600. Представляете? Ну, потому что на это скидка 20%, а на этот 50%. Я нашла самый маленький, самый дешевый чемоданчик всего за 1199. Его точно можно брать в ручную кладь, потому что размером с рюкзак. Ой, смотри, какие тут скидоны. За 1599 нужно вот такой взять чемодан. На него скидка 70%. Ну, ребят, ну это шок. Кому надо, просто бегите. А как тебе такое? Посмотри, какой стильный. Тоже за 1299. Да, посмотрите. Он уже около каркаса. Но он все еще текстильный, но у него такой каркас, который плотный. Хотя у того тоже. На полке повыше уже идут пластиковые чемоданы. Есть серого цвета, синего, желтого и черного. Давайте, например, из серых посмотрим цены. Ну, хотя тоже странно. У них цены разные. Допустим, тут большой чемодан стоит 2000 рублей. На него скидка 70%. А синий большой чемодан стоит 4500. Чем меньше чемодан, тем дороже. Да, тем не выгоднее покупка. В общем, на определенные модели разные скидки. Тут, допустим, 6%, а тут 30%. Средний размер стоит 1600, а маленький 4000. В то время, как здесь маленький стоит 2000, средний 1700, а большой 4500. В общем, надо смотреть. Ярко-желтый по 2500, 1200, а маленький 4500. Как тебе такое? Ну, и наверху такие более нейтральные цвета. Зелененькие есть, голубые. И, опять-таки, почему-то текстильные серые. Вот о чем я говорила, потихоньку начинает появляться отдел сад и огород. И сейчас, кстати, хорошие скидки на всякий декор. Вот таких вот декоративных аистов можно купить за 1099 рублей. Их, наверное, ставят возле водоема, как и фламинго. Фламинго выглядит даже как будто реалистично. Издалека так точно можно подумать, что это фламинго. Тут специально есть колышек, чтобы установить. И тоже стоит 1099. Также тут есть уточки по 69 рублей. И маленькие утки по 599. Или это аисты все-таки? Наверное, это аисты. Потому что утка выглядит вот так. Это аисты. Такой же милый гномик. Вместе с кашпо. Такой стоит 1299 рублей. Очень красивый декор для сада. А вот эти гномики были и в том году. Сейчас они по 1199. Новые домики. Появились цены на них, к сожалению, нету. Но он такой уютный, как будто там действительно живут гномы. Кажется, я нашла лисички. Если вы хотите выращивать грибы, но нет возможностей, то вот, можно поставить искусственные. Реально, как лисички, да? Это лисички-гиганты. А это мухомор с улиткой. За 1099. Очень детально прорисован. Посмотрите, даже все так аккуратно. Немножко хозяйственно-бытового. Мне нужно взять салфетки для уборки. Да, я их могу заказать на Озон. Но лучше перестрахуюсь и возьму вот такие вот Хаус Люкс. Стоит 379 рублей. Здесь 200 салфеток, но у них большой размер. И это их большой плюс. Размер одной тряпочки 26 на 20. Возьму два бобина. И плюс есть по 279 рублей салфетки от бренда Хоум Клаб. Также 200 листов, но сам листик чуть поменьше. С какой-то стороны побольше. Возьму такой один бобин тоже. Пригодится. Смотрите, какая прикольная вещь. Тренога костровая. Плюс она идет еще и с решеткой гриль. То есть тут можно и такой котелок подвесить, чтобы приготовить суп. И на решетке, наверное, можно что-то пожарить, да? Значит, зачем она здесь нужна? 100, 2, 200. Я такой именно треноги с решеткой раньше не видела. Только обычные. Еще одна распродажа. Тут футболки. Футболки. Еще раз футболки. Они все по 399. Сверху находятся различные шапочки. Даже наушники есть. И они все по 199 рублей. Зацените, в ленте появился целый домик с брендом Care Hair. Тут есть и пылесосы аккумуляторные. Кстати, нам нужен новый пылесос. Нужно про это почитать в интернете. Может быть хорошее предложение. Также есть обычные пылесосы с контейнерами. Электрошвабры. О, есть пылесос строительный. Вот эта вещь, у кого дома животные, либо какие-то другие, кто мусорит. Очень рекомендую, потому что он очень хорошо собирает пыль, грязь. Лучше, чем обычный пылик. Такой, допустим, стоит сейчас 9999. Это Kerfer VC3 Floor Plus. Нашла еще что-то необычное. Грелки для ног. И это не обычные грелки, а грелки в виде котиков. Либо в виде зайки. Вот это, допустим, в виде зайки. Хотела посмотреть. А как это все работает? А, ты вот сюда свои ножки устанавливаешь, они греются. Все это дело работает от USB, я так понимаю. И подходит на размер ступни 35 до 40. Мужики в пролете получаются. Обидненько. А еще есть массажер для шеи в виде подушки для переездов. Ну, вернее, для поездок. Интересно, как он массирует. То есть 799 рублей массажер в форме жирафа. Нет! Этот фламинго. Смотрите, какие варианты есть. Фламинго, жираф, единорог, лисичка и какая-то непонятная птица. Этот в форме фламинго. Не работает. Видимо, нужно заряжать. Интересно, где это все заряжается? Скорее всего, там устанавливаются батарейки. Да. Видите, здесь молния. Там, видимо, все содержимое для того, чтобы это работало. Для таких, как я, написано все, что работает от батареек. И есть только один режим работы. Вибромассаж. Ну, неплохо. Особенно в самолет или в поезд. И нам нужно взять батарейку для того, чтобы вставить ее в сигнализацию от машины. Именно вот такую 20-25 берем от бренда GP. 199 рублей стоит. Давайте возьмем с вами чай. Мне нравится вот такой чай от бренда Tiaton. Но он редко где продается. И фишка в том, что он не как чайный пакетик, а он выглядит как такой, как бы, тюбик, что ли, с чаем. Его удобно заваривать, особенно в высоких кружках. Здесь у нас черный чай. А меня интересует зеленый. Есть просто зеленый чай. Есть с мятой. И есть с жасмином. Я возьму как раз-таки вариант с мятой. Стоит 39 рублей. Вообще все чаи тут стоят 39 рублей. И возьму с жасмином. Заметьте, какой есть классный набор от Акбар. С надписью поздравляю для тех, кто любит чай. Здесь 60 пирамидок с ароматом сливочной карамели, смородины мяты и грибфрута. Конечно же, это все черный чай. Кстати, в ленте очень вкусные фруктовые чаи. Помню, мы раньше по ним жутко угорали. Допустим, есть облепиха с грушей. Тут их несколько облепих с грушей. Также есть спокойной ночи, успокаивающий чай. Молочный лун. У них какие-то нереальные подборки. Все это действительно насыщенно и вкусно. Я хочу этот чай попробовать. Есть молочный лун и все, только один вариант молочного луна. Давайте возьмем его. 99 рублей стоит. Смотри, природный энергетик. Гуарана, женщин, смородина, корица. Интересно, на основе какого чая он? Черный, понятное дело. Также есть тут имбирный чай. Все-таки время простуд все еще идет. Я, наверное, себе возьму иван-чай с апельсином и имбирем. Я такое не пробовала. От бренда ID.com. Еще есть иван-чай с чабрецом и брусникой и ромашкой. Как вы знаете, вообще фанатка травяных чаев, поэтому, ну, грех не пошопиться. Смотри, какой дорогой чай. 350 рублей стоит за 25 штук. А в чем же его фишка? Что же он такой дорогой? Он производится, во-первых, в Великобритании. И все. Это все, что я о нем знаю. Вот есть просто синь чай зеленый. Хочешь попробовать такой дорогой? Денис не хочет. Мы в отделе для охоты, для кемпинга и т.д. и т.п. И нам тут нужно взять газовую горелку, потому что сезон начинается, они ломаются. Есть за 649 рублей, есть за 1149 рублей, есть за 399 рублей. И вот очень широкая за 449. Нужна самая обычная, да? Одну? И одну, допустим, что да. А в чем у них интересная разница? Качественная плана. Берем две. Подешевле, подороже. И, видимо, нужно взять газ, да? В сезоне, наверное, возьмем, чтобы, если что, вдруг подмерзнет, было окей. Пару баллонов. Стоит он 259 рублей. Хотела вам показать какую-то необычную вещь, сама посмотреть. Это у нас свечка антимоскитная вот в таком глиняном горшочке. Но она реально пахнет, значит, наверное, рабочая. Стоит 169 рублей. Мимо такого сложно пройти набор кондитерских изделий. У меня, если вы не потекли. Набор печенек и, наверное, здесь есть еще и пряники. Бисквитные и с имбирем от бренда Lambert. Стоит такой набор 599 рублей. Он, как вы видите, весенний. Весь такой с цветочками. На 8 марта, наверное, был бы классным подарком. Да и просто, почему нет? Какая прелесть. Мини паи с яблочной начинкой. А этот вариант какой? Тоже с яблочной начинкой. Я уже какой день совершаю ошибку и иду в магазин голодная. Ты чего, блин? Я хочу, я хочу такой. Какой голодный? 129 рублей стоит. Но я проголодалась. Я возьму такой в чаю. Офигеть, ребят, смотрите, есть кофейный зефир. Денис говорит, что это что-то на нестандартном. Наверное, тоже вкусно. Я не пробовала. Я люблю кофе, так что кофейный зефир точно для меня. Тем более, шермель это всегда вкусно. Мой самый любимый, конечно, классический шермель в шоколаде. Но такое надо взять попробовать. Но не написано, что новинка. Значит, не новинка. Просто я была не в курсе. Возьмем. Хочу взять пару каких-нибудь шоколадных яиц и открыть их с вами вместе сегодня, прямо в конце этого ролика. Наверное, возьмем Hello Kitty. Оно стоит 59 рублей. Тут есть еще Barbie, Wings. Но мы это все открывали. Я вот не открывала яйцо от ленты. Оно стоит 49 рублей. Есть зелененькое. Есть синенькое. Наверное, синенькое мы с вами и возьмем. Давайте возьмем какой-то мармелад. Очень хочется. Здесь, правда, как-то с выбором. Дуговато сегодня. Видимо, все разобрали. Ну, давайте возьмем Крутфрут. Лента-червячки. Ну, давай лента-червячки. Да нет, я чуть-чуть не надо. Почему они вкусные? Тут 200 грамм за 74 рубля. Возьмем лента-червячки. О, и возьмем ракушки с котиком. Вау-мяу, они вообще стоят 32 рубля. Морские ракушки. А еще знаете, что мне нужно? Мне нужно взять чупа-чупса. Вау, тут вообще есть по 3 рубля чупа-чупса. Короче, рассказываю. Я же у вас продаю на Авито. И чтобы кто-то приятнее было получать подарок, я всегда складываю либо чупики, либо какие-то другие более полезные подарки. Но чупики обязательно. Поэтому сейчас с вами что-нибудь возьмем. Мне их считать, наверное, будут 300 лет. Это вообще не вариант. Ой, нам нужна жвачка. Но тут такой нету. Печально. Вот это я точно хочу. По 66 рублей кусочки кислой клубники с белой начинкой. Парочка. Вот это я обожаю. И не кислые еще хочу взять. Просто трубочки с клубникой. Немножечко возьмем попить шишкин лес. Каждая по 46. Зацените, что было найдено в ленте пакете с замком с застежкой. На 1 литр в количестве 15 штук и на 3 литра в количестве 10 штук. Стоит 149 рублей тот и тот набор. Но это типа как в Икее, только это пеклан или поклан. Поклан. Ладно, мы недавно брали такие пакеты в Хофф, поэтому просто имейте в виду. А мы будем брать бумагу? Бумага для выпечки? Да. Вот, 6 метров. Давай возьмем. Я не знаю, сколько она стоит, мне кажется, я просто сюда кто-то случайно положил. Давай в листах возьмем. Давай. В листах стоит 129 рублей, 16 листов. Вот, 2 упаковки возьмем. Я нашла идеальный для себя отдел. В общем, у меня закончились подарки, чтобы их класть в подарок на авито за покупку. И я нашла вот такие блокнотики, все по 9,99. Стилевые. Всем пригодятся. Что-нибудь в них можно написать. А еще они в моем стиле немножко, со смайликами. Такое мы точно берем. И еще смотрите, что можно взять за 9,99. Аудиокнига, которую ты можешь найти в подарок внутри. То есть, это такая открытка. А внутри аудиокнига, которую можно прослушать, честно, не знаем где. Дом там, где твое сердце. Плюну на все и уеду на Марс. Когда жизнь хороша, спорить от ней незачем. Плюну на все. Прошлое нужно оставить позади. Долго задерживаться в нем не имеет смысла. В общем, тут разные книжки. Главное это любовь и понимание. Сколько бы избиты не звучали эти слова. Возьмем такое. Мне кажется, хороший вариант подарка. И 10 рублей. И мне приятно, и вам приятно. Сколько здесь разного. Ну, короче, сколько бы здесь не было, берем. Тут их на самом деле огромное количество. Даже можно взять пенал за 10 рублей. И тетрадку за 10 рублей можно взять. Я, наверное, возьму примерно вот такое количество. Вот такое. И окей. А потом закажу что-нибудь поинтереснее. Немножечко вам эстетики навалю. За 599 рублей можно купить такой набор свечей. Он очень тяжелый. Да, их можно понюхать. Они приоткрыты. Ой, какие они, да. Ну, хорошо. Люкс еще и кокосом пахнет. Угу. Ванилью и кокосом. Очень круто. Ну, как будто слегка дороговато, по моим ощущениям. Но в магазине ты такой не найдешь. Также есть вот такой набор для декора за 799 рублей. Здесь ваза и большая свеча. Все, конечно же, из гипса. Ты чувствуешь, как это пахнет? Это пахнет манго и сливками. Очень вкусненько. Ой, свечка оказалась не такая уж и большая. Как я думала. Я думала, она прям вглубь уходит. Ну, хороший подарок, когда вот кому-то идешь на Дорелли, на какой-то другой праздник, не знаешь, что подарить. Денис хочет приготовить что-то сладкое с маком дома. И смотрите, мы нашли мак. 800 грамм за 120 рублей, 150 грамм за 240 рублей и 150 грамм за 149 рублей. Как будто вот это самое выгодное предложение. Ну, она не выгодная. Там 120 грамм за 249 рублей. От бренда еще Националь. Проверенный. То есть на 300 рублей мы возьмем 300 грамм. Нормально. Я кое-что еще интересное нашла. Во-первых, есть корица из сахара для кофе, йогурта, мюсли и других сладких блюд. А во-вторых, есть карамель с ароматом ванили для десертов и выпечки. Такое я хочу взять. Стоит 50, 399 рублей. Но я возьму. Я хочу. У меня есть такие штучки дома, я им иногда пользуюсь. Найдены новые чипсы, которые называются Фрайс. Тут прям новинка. Дабл кранч. Есть грозный лобстер. И есть от бренда Фрайс. Ход спайс из чили. Огненный. Причем прям, говорят, очень будет остро. Степень остроты. Мы и это возьмем, и это возьмем. И все это стоит по 69 рублей. О, наконец-таки я ее нашла. Прямую креветку. А то мне все про нее писали, а я не знаю, где ее покупать. Стоит она 119 рублей. Возьмем, попробуем. Не факт, что будут новинки еды. Может быть, во влоге попробуем. Может быть, в этом видео попробуем. Офигеть. Вы посмотрите. Это гортензия в горшках. Стоит она 1500. Я не уверена, ее нужно слить где-то, либо она домашняя. Она не знала, что бывает гортензия домашняя. Но она потрясающе красивая. Посмотрите, здесь три бутона. Очень насыщенного такого бордового цвета. С какими-то голубыми моментами. Но она волшебная. Не, она у меня уже смотрелась. И я. Да, вообще очень так. А мне вот это нравится. Я обожаю голубую гортензию. Тут даже кайца цветей. Они как бабочки такие. Да, я так хочу. Я так хочу. Там есть, смотрите, еще больше как фиолетовую ходит. А эта тоже голубая, но она просто еще не созрела. Видишь, она зеленая. Тут, по сути, два варианта. Голубые, синие и бордовые. Три варианта. Просто есть более синие. Есть более голубые. И есть очень бордовые. Что вот с ними дома делать? Тут есть рекомендации. Подробнее об уходе по ссылке. Давай посмотрим. Это гортензия крупнолистная. Цветущий кустарник. В природе гортензия растет по берегам водоема. То есть ей нужна влага. В домашних условиях какой уход? То есть она для того, чтобы дома все-таки, да, ее разводить. Освещение. Плюс 18 градусов должно быть. Представляете? То есть в тепле она завянет. У нас дома как раз 18 градусов. У нас дома всегда холодно. Давай возьмем. Денису жалко гортензию. Да, мне тоже жалко. У нас дома всегда прохладно, потому что мы любим прохладу в доме. Ну, прости, малышка. Возьмем обязательно салатик. А еще, посмотрите, этот салатик еще и с заправкой. Тут внутри будет какой-то итальянский бальзамический уксус. Стоит такой набор 229 рублей. Вообще все салаты разобрали, это печально. Вот этот выглядит как-то грустно. С горчицей внутри. Салат в пост. Во, идеальный. Возьмем 199. Это нам надо голубика. Давно мы ее не покупали. Покупаем только, когда с вами едем на закупку, потому что в ближайших магазинах ее нет. Здесь 400 грамм. Он стоит 749 рублей. Будто она не выглядит на эти деньги, скажи. Она плохая, она с МСЧ. Простите, брать не будем. Значит, возьмем мажорский виноград. Он просто нереально вкусный. 30 килограмм стоит 1000 рублей. В упаковке 500 грамм. Он без косточек. И он просто потрясающий на вкус. Возьмем две штучки. Он очень вкусный. Авокадо надо. Смотри, какой свежий. Да, он мягкий. Он просто идеальный. Берем. Ой, просто потрясающе на завтрак. Не, это жестковато. Вот за что люблю ленту. Тут огромный выбор. Это высокое, которое мы так любим, которое хранится в холодильнике J7 Fresh. Есть и яблоко, и апельсин, и новинка J7 Citrus Mix. Но мы берем всегда базу апельсиновую. Возьмем все четыре, которые здесь были. Потому что, ну, в течение недели мы, наверное, его выпьем. Смотрите, какая новинка натертый Дорблю. И я удивлена, потому что я думала, я одна добавляю Дорблю везде. Потому что я его так вот разламываю мелко-мелко. В общем, такая упаковка. 100 грамм стоит 199 рублей. По дате на самом деле не очень. Скоро пройдет срок годности, поэтому, видимо, сейчас скидка на нее. И она станет еще сильнее Дорблю. Ну да. Кстати, да, Дорблю практически не портится, если по факту. Просто у него вкус становится еще более насыщенный. Я взяла бы вот такой. Есть интенсивный, есть креми. Ну, вы знаете, мы все время в Ленте берем что-то такое. Интенсивный хороший, подайте. Креми тоже хороший. Значит, берем два интенс и два креми. Все они по 199 рублей за штуку. Ой, вот этот сыр продается только в Ленте. Радость вкуса. У него очень хорошая цена. Смотрите, в среднем по 119, да. И тут есть и топленое молочко, и легкие. Львиное сердце, ореховый, Мазда. Мазда самый дорогой 129 рублей. Как и с грецким орехом. Он вкусный, пипяу. И у него срок большой, аж до июля месяца. Я возьму парочку Маздамов и парочку легкого. Ну, как парочку, три того, три того. Я хочу это попробовать. Смотрите, фитаксы без рассола с мацлином и паприкой. То есть 174 рубля. Мне кажется, можно использовать просто как закуску прикольную. Или на бутерике попробовать. Ну, или на завтрак с яйцом. Наверное, будет вкусно. Я хочу. Возьмем. Что же это? С черным перцем? Это просто для меня. Я же фанатка черного перца. Возьмем такой мягкий сливочный сыр. А как вам камамбер с грецким орехом? Есть, конечно, классический, но с грецким орехом это что-то новое. У тебя есть желание попробовать? У меня тоже нет. Но есть желание попробовать вот это, потому что это стоит сейчас 249 рублей. Хотя обычно 450. Это сыр Монблан. Что по дате? Проверка. Я не вижу. 1 марта сделано. Хранится до 31-го. В принципе, мы можем с легкостью это съесть сегодня. Так что возьмем. Еще, пожалуй, возьмем вот такой вот колотый пармезан. Смотрите, 100 грамм стоит 165 рублей. Это цена за 100 грамм. Здесь в упаковке 300 грамм. И он наколот на вот такие кусочки. И, пожалуй, еще возьмем натертый пармезан. Здесь вот такой большой выбор. Посмотрите. Есть Виола, есть Лапландия, есть Дольче Гранта, есть бутербродный пармезан. Такой я вижу впервые. Есть от бренда Лента. Я решила взять вот этот, потому что у него скидка хорошая. Он стоит 159 рублей за 100 грамм. И он мелко помолот, так как мне нравится. Знаете, такое прям в стружку, как будто это песочек. И возьмем масло. Мы предпочитаем обычно 82%. Есть Президент, 82% есть Лента. Есть Бельбиевская. Оно такое, среднее по цене. Так что возьмем, наверное, его. А Таллицкая еще есть? Где? А, оно 72%. А, вот есть еще 82% Таллицкая. Значит, возьмем еще и Таллицкая. И все, возьмем творог. Какой мы берем творог? Таллицкий, обезжиренный. А в чем разница этого и этого? Тут 330 грамм, а тут 500. Ну, возьмем побольше. Срок хороший. А еще я вам не показала одну новинку. Ну, как не показала? Я ее только сейчас заметила. Смотрите, это Альмета с розмарином. Еще и Limited Edition Collection. Давай возьмем. Стоит 139 рублей за упаковку. Розмарин я люблю, так что, я думаю, должна понравиться. Смотрите, какой прикол. Появилось новое молоко. Таллицкая лактозная от ленты. Под брендом Life. 1,8% жирности. Возьму попробовать. Обычно мы берем либо домик в деревне, либо просто квашеная. Ну, в общем, сегодня возьмем его. Вообще, я пришла найти здесь кокосовое молоко. Нам нужно его. А если бы точнее его. Именно Бористо, чтобы была пенка. Чтобы делать вкусную мачо. Редко где продается в последнее время. Это у нас уже бренд Планто. Не Пармалат, но по сути это одно и то же. Возьму две упаковки. Чуть не забыли про мясо. Так что мы сейчас с вами исправимся. И возьмем вот такой вот стейк из телятины. Он не простой, он фитнес. Хоть кто-то ходит на фитнес. Шутка, да? Поняли. Что по дате? Дата хорошая. Ой, очень прям хорошая. Стоит он 619 рублей за 350 грамм. И в нем большое содержание белка. Именно 22 грамма на 100 грамм продукта. Две упаковки берем? Значит, берем две. И возьмем обязательно снежный краб. Вот именно снежный краб. Да, это крабовые палочки. Это, понятное дело, не краб. Но он с мясом натурального краба. Выглядит уже очень аппетитно. Как всегда проверяем дату. Да, та хорошая. Так что можно взять, в принципе, упаковочки 3. Стоит 199 рублей за 250 грамм. Либо можно купить за 144 рубля 170 грамм. Но это, конечно же, выгоднее. Ой, смотри, какой прикол. Сурими шарики. С сырной начинкой. С мягким сыром, томатами и базиликом. Тут мягкий сыр и сурими. Сурими это и есть крабовые палочки. Это похоже на маленькие хинкальки. Стоит 199 рублей. А еще такие шарики есть с сырной начинкой и маринованными окурчиками. А также с мягким сыром и лесными грибами. Мне кажется, вот с томатами звучит как-то более прилично. Надо тебе? Нет. Такое мы не едим. И, пожалуй, если найду посвежее, возьму такой кальмар в маринованном масле. Вот. Версия посвежее. Смотри, какой разный. Здесь очень много укропа, а здесь мало. Хотя и там, и там это одинаковый продукт. Смотрите. Сосисоны подъехали. Вам, наверное, кажется, что мы их часто покупаем, потому что в каждом ролике мы их покупаем. Но по факту мы их покупаем только когда едем на шопинг, потому что они далеко, они везде продаются. Я так соскучилась по сосискам, а они еще тут по скидке по 119 рублей. В общем, возьму сразу три упаковки. Ой-ой-ой. Кажется, я нашла какую-то нереальную новинку. Это американо с овсяным молоком от бренда Leavit. В составе есть коллаген и коэнзимко 10. То есть кофе для того, чтобы поддерживать свою красоту. А также есть макончина с миндальным молочком. Цена трэш 50 рублей за упаковку. Но, по сути, стакан кофе стоит обычно рублей 200, так что цена нормальная. Американо с молоком я возьму. Макончина и миндальное молочко я тоже возьму. А вот это, это я уже пробовала. Кофе для похудения. Это уже база, это уже никого не удивишь. Есть горячий шоколад с коллагеном. Нифига ли, Leavit молодцы не стоят на месте, развиваются. У них, кстати, вот этот компот очень вкусный, похуденный. Он сам по себе вкусный, но эффекта я от него не почувствовала. Думала, он будет слабительный. Прошу прощения за подробности, но как факт. Но он просто вкусный и все. Это берем. Еще нашла новинку. Это тот самый чай, который подают в пиццами. Представляете? По-моему, это он, облепиха, имбирь и мед. То есть это готовая заправка для кипятка. Вам просто нужен кипяток, и у вас будет вот такой облепиховый чай. Либо цитрусовый, лимон, имбирь и мед. Либо есть вариант с клюквой и можжевельником. И еще есть вариант со смородиной и чабрецом. Я возьму обязательно что-то вкусное. Облепихи две. Хочу попробовать с клюквой и можжевельником. Вообще, можжевельник какой на вкус, мне кажется, я даже и не знаю. Ну и для разнообразия возьмем вот такой лимон, имбирь и мед. Каждая упаковка стоит по 49 рублей. Но лимон по скидке 42. Ой, кажется, я знаю, что мне еще надо. Успокаивающая кисель. Правда, это для детей, но чем я хуже? Во, родителям тоже надо успокаиваться. Тут появилось большой выбор конфитюров, а также варенье без сахара. И все это, видимо, от бренда Лента. Я просто обожаю варенье из абрикоса. И увидела вот это, наверное, возьму, стоит 199 рублей. Но абрикоса никому не удивишь. Никого, вернее. А вот ананасовое варенье, извините. Ты видел когда-нибудь? Хочешь попробовать? Выглядит интересно. Давай возьмем. Возьмем, попробуем. Конфитюр я люблю меньше, потому что он такой желейный весь. Но тут есть разные вкусы. Клубника, апельсин, манго-мандарин, свежая маракуйя, солнечная манго. Смотрите, что я нашла. Батончики от Чикола. Они здесь стоят 80 рубля. Но мы на Азоне заказывали коробкой. В общем, для тех, кто не хочет покупать коробкой, здесь можно прийти и попробовать все по штучке. Мы, допустим, не пробовали вот такие вот штучки. Стоят они 39 рублей. Это тоже что-то типа батончика с ореховой начинкой, плюс тут есть еще и протеин. Это же Чиколаб, да? А это бренд Снэк Фабрик, то есть это другой бренд. И тут тоже есть во вкусу молочная начинка и шоколадная. Мы возьмем, попробуем. Я вообще пришла взять какой-нибудь печенье, потому что я реально голодная. Я прям чувствую, что пока еду домой, я что-то захочу съесть. Тут есть мое любимое Спорти. Но тут нету новинок. Кстати, у Спорти вышли новые вкусы, а новинок здесь нет. Это, наверное, самое вкусное печенье, которое здесь есть. Оно самое мягкое. Но я хочу что-нибудь новенькое. О, я хочу вот это с пеканом, 89 рублей стоит. Еще и сироп. Ой-ой-ой, это должно быть очень вкусно. Там прям орехи, я прям чувствую. Кленовый сироп и пекан. И хочу вот это с начинкой и с черной смородиной. А ты что будешь? Что же планится от тебя? Ну выбирай. О, смотри, от бренда Натис. Натис выпускает, по-моему, ореховую пасту. У них появились вот такие вот батончики шоколадные. Это кокос, а это просто арахисовая паста. А если я все съем? Нет. Еще вот такую возьмем. Печеньку. Стоит она 144 рубля штучка. Но она с суфле. И она от бренда Чоколад. Ну, как будто дороговато. Но, надеюсь, она того стоит. Такой набор набрали. Это вот чисто сейчас, знаете, перекусить. Ой, так еще тут всякие снеки. Капец тут выбор. Смотри, байти батончики мы давно не покупали. Протеиновые появились у байти. С малиной есть. Есть с кокосом. Есть с шоколадом. Еще такая красивая упаковка. С лесным орехом и шоколадом. С арахисом, соленой карамелью. Глаза разбегаются. Есть маршмеллоу с протеином. Вот это нам точно надо. Маршмеллоу раньше выпускали вот такие обычные батончики. А сейчас еще и с протеином. Вон там снизу что-то еще есть. Да ужас вообще. Можно разориться. Ой, самое вкусное это леймингтоны. Это нежные пирожные. Вот молочные есть. Есть шоколадные. Ну, их тоже можно коробками заказать на Озон. Вот этот мой любимый. Самый австралийский десерт в кокосовой обсыпке. Смотрите, что я нашла интересный. Соевый соус от бренда Даширак. Есть слабосоленый, а есть классический. Он пластиковый. Я думала изначально, что это стекло стоит 109 рублей. Без такого мы точно не уйдем. И меня привлек этот соус острый из Грузии. Он так и называется пламя Грузии. Надеюсь, он действительно острый. У него такая красивая упаковка. Смотрите, как будто из какого-то прошлого. Есть еще соус от кемали. Тоже из Грузии. Он, по-моему, на основе граната, если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться? Нет, он из алычи. Красная ежевика, чеснок, соль, сахар. Тоже возьмем. Мне кажется, должно быть вкусно со всякими блюдами такими. Для разнообразия. Как всегда, без соусов не уходим. И возьмем, наверное, рамен. Капец он стоит, смотрите, 179 рублей. Но он прям корейский. Есть тан-мен. Он, наверное, все-таки не овощной. Потому что овощной вот этот. С чем же он? Ничего не понятно. Что значит тан-мен, никто не знает. Мы возьмем один такой. И один вот такой. Вот овощной, но очень вкусный от этого бренда. Насчет этого ничего не могу сказать. Ну и погнали на кассу. Как думаете, сколько мы сегодня потратим? У нас даже телега сегодня не полная. Это очень для нас необычно. Я ставлю, наверное, тысяч на 15. Посмотрите, здесь даже лента со скейтерами. Очень веселая и яркая. Играй, катай. Мы все купили. У нас получилась огромная закупка. И еще дали нам скейтеров в подарок. Три штучки. Обязательно их сейчас с вами распакуем. Ну и чек. Сумму оглашу чуть позже. Как всегда, оказалось больше, чем я предполагала. Первым делом я хочу с вами открыть скейтеры. Ура! Черный котик на зеленом борде. Тем временем желтый борд. Первая повторка, е-мое. А представляете, еще будет третий кот черный. Тогда это будет крайне весело. Ну все, теперь у нас есть братья-близнецы. Или сестрички. Мне кажется, все-таки братья. Ребят, просто как? Третий такой же. Это точно мистика черного кота. Теперь самое главное это чек. Он получился достаточно объемный. И сумма покупки составила 25 060 рублей. Но меньше мы не можем. Я просто всегда забываю о том, что я взяла первое, второе, третье, десятое. Пледы какие-то, кружки туда-сюда. Ну и теперь давайте все-таки попробуем чипсы, потому что я очень хочу. Начнем с дабл-кранч грозный лобстер. Смотрите, как они должны необычно выглядеть с двойным рифлением. Кажется, в моем детстве было что-то похожее по форме. Пахнет потрясающе крабовыми чипсами. Это картошка натуральная. На самом деле жестковата, но соленая и вкусно. Угощайся. Я, наверное, поставлю где-то 8 из 10. Я бы хотела насыщенный вкус. Теперь то, что нам обещали, острое, причем огненное. По остроте должно быть 3 из 5. Прям огненно, понимаете? Огненно. Это уже чипсы стандартной формы. Просто картошечка. Пахнут они маслом. Ммм, очень вкусно. Это вообще не остро. Знаете, как сладкий красный перец. Но за вкус я им все-таки десятку поставлю. Мне понравилось, хоть и не остро. Пряная креветка. О, как это приятно. Ммм, морепродукты. Чипсы рифленые. Это действительно вкус креветки. Просто обычно все, что связано с морепродуктами, в итоге имеет вкус краба. Будь то лоб, сыр, креветка или краб. А тут реально вкус креветки. Ммм, 10 баллов. Мне понравилось. Ну и обещанные яйца. Давайте с Хэллоу Китти начнем. Меня, конечно, игрушка интересует. Сюда страшно открывать. Смотри, какая красивая. Хэллоу Китти, милашка, домохозяйка. В таком платье еще фарточки. Красивая игрушка. Но интересно, что же нас ждет. Видите, от ленты. Говорят, что тут будет предсказание. Тут шоколад помягче. Ммм, вкусный. И тут оказывается магнит. Реально с предсказанием и с котиком. Несмотря на отличное чувство юмора. Помните, со здоровьем шутки плохи. А теперь мне нужна пояснительная бригада, пожалуйста. Я не поняла. Ну что, друзья, на этом наш шопинг подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Буду рада любой поддержке в виде лайков и комментариев. Не забывайте переходить в мой телеграм-канал. Там мы с вами протестируем вот эту штучку для волос. Попробуем как-то там мои корни изменить. Надеюсь, что будет нормальная ситуация. Ну и на этом все. Всех вас люблю. Желаю вам хорошего настроения. И всем пока.